Добрый день! Сегодня мы опять возвращаемся к стилю Хуин Чао, к его именно неповторимым стилю, потому как многие любители, которые со временем не могут нападать справа и слева, вынуждены играть в таком стиле, в универсальном стиле. Хотят играть в таком стиле, потому что проигрывают уже нападающим в скорости, да, в открытом розыгрыше, и хотят что-то такое новенькое в игре. Но! Они берут, скажем, длинные шипы без губки, где можно делать тычок, потому как хотят сохранить удар слева. Вот, и Хуин Чао как раз такой стиль, который позволяет и защищаться издали шипом, да, и нападать классическим ударом слева. И давайте напомним, посмотрим игру Хуин Чао, как он играет. Леха Фес предоставил нам видео, спасибо ему огромное за это. Это видео с 2013 года, но сейчас в Федерации Мировая стремится улучшить мяч, опять приблизить его к целлулоиду, поэтому это видео становится более-более актуальным сейчас. И стиль Хуин Чао, конечно, интересный. Вы скажете, почему нельзя взять шип, который играет сейчас Хуин Чао, да, ну потому как многие смотрят, берут такой шип и понимают, что мяч улетает при подрезке издали, потому как трудно обработать. Все-таки сделать чисто рубящее движение сложно, потому что если вы пришли со стороны, скажем, длинных шипов, приходите перейти на короткий, то у вас техника рубящего движения. Здесь это сложно сделать, да, потому как мяч будет улетать. И в то же время на столе пропилить, если вы возьмете, скажем, средний шип, который цепляет меньше, да, более такой реверсивный, то на столе пропилить не получится. И придется крутить ракетку часто. И вот как раз нужен такой шип, который позволяет и издали хорошо подрезать мяч, да, издали, так, чтобы мяч не улетал за стол, если где-то будете миксовать движение, делать более рубящее движение или делать движение более обволакивающее. И в то же время на столе, чтобы не терялась подрезка, сильный запил. Вот как найти такой шип? Вот я сейчас с вами об этом поговорю, потому что брать средний шип, который, скажем, плохо цепляет, то нужно, нужно делать движение более резкое, что издали, что на столе, и это очень травмоопасно для локтя. Сегодня мы поговорим как раз о таком шипе, который называется Nation, что значит носорог. Компания Spinlord разработала данный шип. Он не является, прямо так сказать, коротким шипом, он ближе к среднему шипу, что касается геометрии шипа, можно посмотреть, что он чуть длиннее. Но в то же время он сильно цепляет мяч, много насечек на нем, поэтому можно подрезать сильно на столе, делать движение как у Хуинчао, делая такую подрезку, скажем, больше в сторону, в бок, и в то же время пропиливать сильный мяч, придавая часто мячу даже боковое вращение, нижнебоковое вращение. Вот, но в то же время он все-таки не короткий, то есть вы издали можете миксовать, делать движение более, скажем, рубящее или более обволакивающее, зависимо от мяча. Все это можно делать. В чем Nation выигрывает? В первую очередь то, что у него есть модель без губки, да, то есть вы можете купить ОХ и миксовать губки различные, пробовать различные варианты, что подойдет под ваше основание. Потому что если вы берете основание более быстрое, то родная губка может немного улетать мяч, да, то есть это вот такой возможный эффект, потому что губка не совсем тухлая, да. А если вы берете, допустим, верх от Nation и поставите такую демпфирующую губку, то и на быстром основании у вас мяч не будет улетать за стол. То есть в этом есть преимущество большое. Вот, Nation относится к мягким шипам, вот, поэтому легко будет им подрезать. Что касается классических ударов, да, безусловно, им можно наносить, потому что шип цыплючий. То есть, скажем, если вы подрезали издали, потом вам оставляют мяч, вы можете подбегать и этим шипом хорошо нападать. Вот, то есть в принципе он получается дешевле в два раза, чем другие короткие шипы, да, то есть это преимущество. То, что можно миксовать губки без губки и то, что он подходит для подрезок как на столе, так и издали. Что касается, значит, можно ли им этим шипом обманывать, безусловно. То есть получается, что на столе этим шипом легко подрезать, в то же время, если вы не будете входить в мяч, то и можно давать более плоские удары. Вот, и в то же время издали подрезать им несложно, то есть это легко, да, можно даже, как говорю, делать быстрое движение, да. И в то же время, если вы, допустим, где-то будете не успевать к мячу, там, отыгрались, просто пойдет более плоский мяч, тоже для соперника может быть опасным мячом. Ну, в общем, обязательно, если вы хотите играть в стиле хунча, попробуйте этот шип, потому что, как мне кажется, у него есть преимущество перед другими шипами. Вес накладки небольшой, вот, то есть его можно клеить на большую лопасть, не будет утяжелять вашу ракетку, но все равно я рекомендую шип с толщиной брать губки 1,5, потому что если берете 1,8, наверное, будет хорошо, но мне кажется, будет немножко выплевывать. Хотя, может быть, будет хорошо, я пробовал просто на 1,5, единичку, ну, не знаю, брать стоит ли я единичку, тоже не берусь судить, но вот 1,5, 1,8, наверное, шип будет себя хорошо вести, поэтому можно вот в этих толщинах пробовать. Вот, и, как вы видите, пилит отлично вообще шипы, и можно возвращать плоские, плоские давать удары, и нижние. В общем, интересная версия шипов, не встречал аналогов, мне кажется, что пока я не видел, по крайней мере, аналогов у других компаний подобных шипов. С вами был Валера Зайенко, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, до новых встреч, счастливо, пока!